Добрый день! Мы продолжаем наш курс и, в общем-то, постепенно все близится у нас к завершению. Ну вот в прошлый раз, так сказать, основной результат был тот, что мы, значит, проанализировали в размерной технике вычисления, ну, фактически поправок, которые нам давали. Мы говорили о том, что фактически эти поправки перенормируют нам, ну, вот как раз об этом сегодня подробно и поговорим, константы, то есть массу и константу связи. Ну, естественно, рассматриваем мы, как всегда, нашу любимую эфир равно в 4 теорию, чтобы, так сказать, нам, давайте, так сказать, еще раз ее в очередной раз запишем. Вот, так, и, собственно говоря, вот как раз-таки здесь, даже из вида Лагранжана, да, сразу видно, что вот, собственно, два основных параметра, которые как бы здесь есть, это масса и константа связи. Ну, вообще говоря, еще есть поле, да, которое тоже, вообще-то, говорит, что перенормируется. Ну, наверное, до перенормировки поля мы не даем, так сказать, в общем-то, какие-то слова насчет этого были сказаны. Вот, значит, ну, про это тоже, наверное, что-то будет сегодня сказано. Ну, в общем-то, в целом, наверное, каких-то конкретных задач на перенормировку поля в этой теории решать достаточно трудновато, поскольку диаграммы, которые дают нам уже перенормировку поля, а это уже следующий порядок теории взмущения, они достаточно, скажем так, весьма нетривиальны. То есть, скажем так, их можно там вычислить некими хитрыми способами, но вычисление достаточно громоздкое. Я думаю, что пользы от него, ну, чтобы иллюстрировать основные свойства теории, скажем так, возможно, не так уж и много. Ну, значит, давайте вспомним, значит, основной результат прошлого занятия. То есть, собственно говоря, было посчитано следующее. То есть, вот, собственно говоря, мы вот, как мы назвали, вычислили вот этот вот дельта-м квадрат. Значит, и он у нас получился в размерной технике. Ранее мы его вычисляли, естественно, в разных регуляризациях. Мы вычислили его в регуляризации как обрезанием, так и в регуляризации Пауэлли Вилларса. И также еще сказали несколько слов по регуляризации высшими производными, которые тоже, на самом деле, иногда бывают достаточно интересны в некоторых ситуациях. Ну, вот примерно такая у него структура, но не примерно, а точно. Значит, ну и, собственно говоря, наверное, еще хорошо бы написать вот этот дельта-лямда. Который тоже был получен. Значит, собственно говоря, вот это результат предыдущего занятия. Так сказать, я сейчас свериться так. Минус гамма. А вот здесь была достаточно сложная вот эта конструкция с интегралом 0 от 0 до 1 до x. Значит, здесь было 4π2, а вот тут было что-то вроде массы в квадрате. плюс π2, х минус х квадрат, кажется так. Так, и скобочку закрыли. Да. Вот, значит, ну и, соответственно, о чем тут можно поговорить? Ну, во-первых, сразу обращаю внимание, что здесь я уже несколько изменил обозначение. То есть, если в прошлый раз, то я писал здесь просто m квадрат и лямбда, и здесь просто лямбда квадрат, да, то сейчас я уже поменял их, добавил к ним нолики. Да, но это, в принципе, неудивительно, поскольку мы говорили, что в рамках нашего общего подхода мы считаем, что у нас исходные эти величины, как говорят, голые. То есть, как бы они не перенормированы, а уже квадраты поправки превращают их в перенормированные. Ну, по крайней мере, формализм эффективного действия. Естественно, что, например, можно применять формализм контрчленный, то есть использовать просто лакоменджан, вычитать какие-то диаграммы и показывать, что действительно там они могут давать вклад в массу и так далее. Вот, и, собственно говоря, с помощью контрчленов устранять все расходимости. Ну, это один из подходов, подходы как бы есть разные. Но если подходить с точки зрения эффективного действия, то, в принципе, что на мой взгляд кажется более все-таки интуитивным, интуитивно понятным, то, на самом деле, это просто-напросто поправки к некоторым голым параметрам, которые у нас исходно были. Вот, и, собственно говоря, которые нам формируют некую новую массу. Ну, вот как раз про то, как они формируют, и стоит поговорить. То есть, как вообще говоря, вообще эти вершины перенормируются. Ну, то есть, о чем идет речь? То есть, это Δm². Естественно, исходная масса у нас была голая. То есть, вот, собственно говоря, давайте мы ее так и напишем. Δm². Значит, тогда можно, условно говоря, это записать, то есть вынести здесь m0 в квадрате, как общий множитель. И переписать вот это вот замечательное выражение в следующем виде. То есть, минус λ0 на 32π квадрат. Значит, здесь у нас получается 2y плюс 1 минус γ плюс логарифм 4π квадрат на массу в квадрате. Вот такая замечательная у нас конструкция. И что можно сказать? Можно сказать, что на самом деле нам нужно как бы вот из этого выражения убрать расходимость. То есть, как бы должны переопределить фактически нашу массу каким-то образом, чтобы расходимости устранились. На самом деле, сделать это можно разными способами. В силу того, что на самом деле расходимость у нас сидит только тут, то в принципе самый простой способ это просто сказать, что ну а давайте мы просто вычтем эту расходимость, уберем ее и переопределим массу как именно вот этот кусок. То есть, фактически за массу перенормированную, ну или иногда мы будем, так сказать, не будем таскать везде этот r, под перенормированной массой мы будем принимать просто m квадрат. Мы, собственно говоря, значит, вводим вот эту величину. То есть, m0 в квадрате единица минус λ0 32π квадрат 2 на y. То есть, мы берем отсюда только расходящуюся часть, вычитаем ее. Тогда действительно мы регулировали. Самое главное нам регулировать. То есть, в принципе, как мы это сделаем, сделать можно это по-разному. Это, как говорят, связано с выбором, так называемой, схемы вычитания или схемы перенормировки. Ну, схема перенормировки, на самом деле, вещь бы нечто более общее, но схема вычитания это конкретно вот то, как мы вычитаем расходимости. Ну и вот конкретно вот это вот такой вариант, то есть, когда мы вычитаем именно чистую вот эту расходимость, называется MS-схема. MS-minimal Substruction. То есть, означает, что это масса в MS-схеме. То есть, минимальное вычитание, ну то есть, это как бы самое вот, почему минимальное, да? Потому что это самое минимальное, что можно вычесть. То есть, вот самый простой вариант, что просто убрали чистую расходимость и все. Вот, поэтому минимальный. Ну вот, ну это не единственная возможная схема. Существуют и другие. Например, можно помимо, собственно говоря, вот этого вот два ипсилла, можно, например, устранить также отсюда, например, вот эти константы и, например, логарифм 4π. То есть, что это будет тогда означать? Ну, так сказать, легко тоже это довольно понять. Это будет тогда здесь. Значит, добавляем тогда 2 на ипсилон. Ну, вообще, обычно единицу иногда оставляют, вычитают гаммы или раввучно. И вот еще добавляют сюда плюс логарифм 4π. Ну, понятно, потому что 4π выйдет, а здесь останется тогда просто логарифм квадрат на m квадрат. Вот. Такая схема называется модифицированность. Схема минимальных вычитаний у нас чертой. На самом деле схем вычитаний достаточно много. Я, так сказать, подробно про все рассказывать не буду, но вот основные две, так сказать, вот эти вот про минимальные схемы я, собственно, по большей части буду говорить. Есть, конечно, и другие схемы. Можно, например, как-то привязаться к импульсам. Ну, здесь конкретно импульсов нет в определении массы в одной петле. Но, в принципе, можно вот здесь что-то посмотреть и, например, как-то переопределить вот эти вот значения, тоже занести их. Так или иначе, у нас есть, так сказать, различная возможность определить вот эту перенормированную массу. Но в связи с этим возникает вопрос, а как нам быть с наблюдаемым величином? Ведь на самом деле, ну, во-первых, начнем с того, что, как бы, вот у нас возник вот этот параметр μ. Это некий размерный параметр, который у нас, вообще говоря, ну, непонятно вообще, что он означает. У нас, например, это некий масштаб некий, но совершенно понятно, то есть он связан с перенормировкой. То есть его называют точкой нормировки. Но непонятно совершенно, а как быть с реальной физической величиной. Ведь совершенно понятно, что они не должны зависеть ни от какого такого масштаба. Но на самом деле, тут важный момент, что надо понимать, что мы конкретно измеряем в эксперименте. Массу мы действительно меряем в эксперименте. То есть масса, по крайней мере, вот физическая, реальная масса измеряется. Там некие пики возникают при измерении, так сказать, вот этих вот величин, при измерении масс частиц. Это, в общем, считается, словно говоря, измеримой величиной. Значит, ну, в такой ситуации что делают? Во-первых, говорят, что, в принципе, что, значит, как определить физическую массу? Во-первых, чтобы определить физическую массу, надо понимать, что это будет, как бы, все полностью квантовые поправки, которые сюда входят, в том числе и конечные. Это важный момент, не только лишь расходящиеся. Вот, тогда, соответственно, можно связать вот эту вот перенормированную массу с физической. Ну, понятное дело, что связь-то ее достаточно очевидная, то есть, так или иначе, значит, что вот тут... Ну, например, допустим, вот если мы используем, например, m с чертой схему, то понятное дело, что m физическая тогда равняется, там, грубо говоря, значит, вот это вот, значит, m квадрате. Так ее напишем, да? m квадрате такая. Значит, а тут, соответственно, что останется? Значит, останется, значит, единица плюс, значит, минус лямбда 0 на 32π квадрат. Ну, если брать вот это определение, то останется единица плюс 4 плюс логарифм, вернее, μ квадрат на m квадрате. Ну, здесь мы, естественно, взяли вот массу ВМС с чертой, да? Массу ВМС с чертой. Ну, на самом деле, это плохо, потому что, с одной стороны, конечно, качество квадрата поправки мы ввели, а с другой стороны у нас осталась зависимость от μ. И это, на самом деле, очень хорошо, потому что вот как раз-таки от этого мы и хотели избавиться. Ну, тогда говорят обычно как? Что мы должны потребовать просто, чтобы масса физическая не зависела от μ. И зависимость от μ тогда будет уходить вот сюда. То есть мы здесь запишем, что вот эта величина зависит от μ, а все остальное от μ не зависит. Ну, и тогда, соответственно, как бы возникает вопрос, ну, хорошо, тогда, а как, собственно говоря, тогда нам вот связать, собственно, одну величину с другой? Ну, понятно, что это проще всего сделать на масштабе самой массы, потому что здесь от логарифта надо обнулиться. То есть, грубо говоря, понятно, что если физическая масса от μ не зависит, то она будет при любом μ одинаковая. Соответственно, ну, для простоты давайте выберем физическую массу такую, что когда она будет определяться, когда она связывается с перенормированной, когда μ квадрат равняется m квадрат. Ну, тогда совершенно понятно, что физическая масса конкретно для этого будет тогда зависеть вот так. значит, m с чертой, а здесь, соответственно, что останется тогда? Значит, здесь тогда останется единица, значит, минус λ 32π квадрата. Ну, вообще говоря, λ, вообще-то говоря, мы сейчас про нее тоже поговорим, вот ее тоже, естественно, надо в таком случае определить на масштабе массы, поскольку она, вообще говоря, тоже будет зависеть от μ. Вот λ 0 у нас есть. Здесь мы как бы превратили ее в λ, но на самом деле это можно сделать, потому что у нас в следующем порядке теории возмущений, это вполне легитимно, потому что в следующем порядке теории возмущений по λ будут поправки уже следующие. Поэтому вот так. То есть, ну, вот примерно как-то так. То есть, в принципе, идея как бы в том, что перенормированная масса, ну, и есть физическая величина. Хотя, конечно, на самом деле ее можно косвенно померить, но уже, естественно, в рамках какой-то схемы конкретной. То есть здесь уже надо выбирать какую-то конкретную схему, ее можно вытащить из экспериментальных данных, используя вот эти соотношения, и посмотреть действительно на разных масштабах, ну, может быть, там, чуть погодя, может быть, даже на следующем занятии, я, так сказать, хотел бы немножко рассказать про физические, именно следствие вот всего этого перенормировочного формализма. Вот, и там, может быть, я скажу, что там это про бегущие массы. Ну, да, но вообще говоря, вот эта масса, характерная ее особенность, что она начинает зависеть от μ. То есть вот эти перенормированные величины, они когда-то бегут, то есть они меняются с масштабом. И это очень интересное такое явление, в общем, которое, в общем, есть над чем здесь задуматься, так сказать, мы чуть подробнее об этом поговорим. Ну, вот, ну, и еще, конечно, хотелось бы отметить, что, в принципе, вот эту величину можно обернуть. То есть можно выразить m0 через m2. То есть, например, допустим, вот если мы рассмотрим в MS-схеме, то есть, допустим, будем работать в MS-схеме, тогда что получается? Например, что m0 в квадрате равняется, мы можем эту штуку просто поделить и учесть, что лямда очень маленькая. Тогда получится, что это будет m2, а то будет единица плюс. Лямда на 32π квадрат 2 на ипсел. Ну, естественно, опять же, здесь лямду 0 превратил в лямду в силу того, что я просто говорю, что дальнейшие поправки, да, то есть вот у нас как лямда связана с лямбда 0, там, через квадрат, да, то есть как бы, то есть следующее уже это будет квадратичные поправки, и поэтому, в принципе, здесь, вообще говоря, можно просто ее в чистом виде переписать, потому что дальнейшее переписывание лямбда 0 через лямбда, что называется, полностью, это будет уже, ну, порядке старше, то есть а лямбда квадрат и так далее. Ну, в этом приближении можно оставить так. Вот, то есть, соответственно, вот. Ну, иногда, кстати говоря, даже вводят такую величину, вот эту штуку обозначают за Zm. Ну, почему? Потому что, вот если мы помним, то вот мы говорили, что вводим константу перенормировки, то есть φ0 равняется корень из Z, φ перенормированный, да, но аналогично здесь, то есть здесь как раз тоже получается m0 в квадрате Zm, то есть на самом вот Zm в таком случае, он как раз-таки в MS, понятно, схеме, определяется как лямбда на 32π квадрат 2 на y. Вот, то есть, собственно говоря, возможность такая вести. Хорошо, это что касается массы. А теперь давайте поговорим про лямбду. Ну, в принципе, разговор-то тут примерно тот же самый, то есть логика абсолютно такая же, то есть тоже, значит, лямбда 0 плюс дельта лямбда равняется у нас, значит, тут можно вынести лямбда 0, а тут останется единица минус 3, значит, лямбда 0 на 32π квадрат, понятное дело 2 на y, минус гамма плюс 0 до единицы dx, 4π мю квадрат, x минус x квадрат. Вот, ну и естественно, что тоже аналогично здесь можно вести, значит, перенормированную величину в различных схемах, ну, то есть, соответственно, лямбда, например, в МС схеме, да, лямбда равняется, значит, лямбда 0 минус 3 лямбда 0 на 32π квадрат. Значит, здесь у нас получается тогда, значит, просто 2 на y, да, 2 на y. Ну, и совершенно понятно, что, как бы, опять же, оборачивая, то есть, мы видим, что связь через квадрат, то есть, оборачивая, естественно, что лямбда 0 выражаться будет через лямбда, понятное дело, вот таким вот образом, плюс 3 лямбда на 32π квадрат, 2 на y, и при этом, ну, естественно, что это тоже можно вести некую z лямбду, на z лямбду, значит, z лямбда тогда равняется единица плюс 3 лямбда на 32π квадрат, 2 на y. Вот. Ну, на самом деле, понятное, мы с чертой схеме тоже можно записать, а, понятно, здесь не будет, тогда добавится вот эта гамма, и отсюда уйдет 4π, естественно. Вот. Значит, но мы это, так сказать, делать сейчас уже не будем, потому что, в общем, смысла нет, просто переписать то же самое. Единственное, что хочу еще отметить, что здесь у нас, на самом деле, возникает следующая ситуация, что для лямбды вот это определение физической величины, как вот для массы, обычно не делают. Почему? Потому что, ну, лямбда, в общем-то, напрямую в эксперименте это не измеряется, она является такой косвенной величиной, то есть это константа связи, она измеряется посредством взаимодействия, да, с чего-то, с чем-то, то есть это взаимодействие, например, то есть мы меряем именно ее, как, ну, различными методами, естественно. Поэтому, в общем-то, там реальные физические величины являются немножко другие, то есть там какие-то сечения и так далее, то есть всякие, такие вот величины, то есть она вытягивается из других величин, поэтому, в принципе, вводить именно физическую лямбду нет особого смысла, вот она вводится через другие параметры, а вот эти параметры, в свою очередь, естественно, при аккуратной подстановке всех значений, всех параметров, которые, естественно, все будут бегущими, то есть понятно, что лямбда тоже, вообще говоря, зависит от мю, в общем случае, вот, они, естественно, что будут у нас, ну, эти величины, понятное дело, что они будут, не должны будут зависеть от мю, то есть физически, все физические величины, они никак от схемы перенормировки не зависят, вот. Но на самом деле перенормировочные вот эти вот схемы изучать достаточно интересно, потому что хоть и физические величины не зависят, но все же некоторые физические свойства, скажем так, можно, особенно для зависимости лямбда от мю, можно на основе них посмотреть, по крайней мере, вообще вот некоторые особенности теории, потому что вот эта зависимость от мю, она приводит к некоторым интересным результатам. Ну, вот на самом деле об этом сейчас стоит поговорить. Но чтобы к этому перейти, нужно понять одну вещь, а каким образом вообще лямбда, допустим, при переходе от одного мю к другому будет изменяться? То есть как у нас изменяется именно вот это вот изменение. Ну, вообще говоря, в общем случае, можно, так сказать, поговорить о том, вообще как у нас происходит изменение при переходе от одной схемы, вот о которой мы сказали, к другой схеме, от какой-то R' к R. Ну, на самом деле, достаточно легко сообразить, что вообще, о чем вообще идет речь. То есть, ну, допустим, возьмем, например, вот, например, Φ, да, допустим, перенормировку константы, перенормировку самого поля. Если мы, допустим, рассмотрим его Φ перенормированную, ну, я уже не пишу букву R, в какой-то R' схеме, то понятное дело, что она будет определяться неким Z вот в этой R' схеме в степени минус 1,2 от Φ0. Ну, я просто перебросил сюда. В то же время в другой схеме, в какой-то, в R' схеме, понятное дело, что зависимость будет та же самая. Φ0 одно и то же, понятное дело, и тут, и тут. Поэтому достаточно легко сообразить, что связь в различных схемах, связь в различных схемах, значит, выглядит следующим образом. Z от R' делить на Z от R в степени минус 1,2 φ от R. То есть, мы вводим, как бы, некоторый переход от одной схемы к другой с помощью константы, которая равняется частному. Ну, и вообще говоря, в общем случае, есть такое утверждение, что подобная перенормировка, как говорят, конечная перенормировка, то есть, вообще говоря, мы делаем перенормировку, а можно переходить от одной схемы к другой. Если мы переходим от одной схемы к другой, то мы вызываем так называемую конечную перенормировку. То есть, вот эта величина является конечной. Хотя Z, конечно же, разумеется, вот как вы посмотрели, оно, вообще-то говоря, не конечное, оно зависит от ипсила, от 1 на ипсила, то есть, оно является бесконечной величиной, строго формально. Но вот эта частная, вот такая вот штука, является конечной величиной. Это достаточно интересное свойство. Ну, а вот свойство это возникает именно из того, что на самом деле проистекает именно из того, что у нас есть некоторые требования на вот эти физические параметры, что, вообще говоря, возникает от того, что у нас есть величины, которые должны быть, не зависеть от схемы. И поэтому у нас есть, возникает некоторое требование. То есть в общем случае оттверждение можно, наверное, как-то продемонстрировать, но вот на совсем простом примере, но легко здесь увидеть. То есть, в принципе, понятно, что если у нас, условно говоря, в линейном приближении вот это, то есть мы поделим на частное в какой-то другой схеме, то мы получим тоже обязательно расходящуюся часть, ну и какие-то, может быть, конечные еще поправки. И понятно, что расходящаяся часть будет делиться, поэтому когда мы будем переписывать это все в точности до нашего порядка разложения, то они просто сократят между собой, и понятно, что этот переход будет конечен. Ну это на конкретном примере, а на петлевого этого простого вычисления можно увидеть. Вот, значит, ну и вот возникает вопрос, а как, собственно говоря, нам вот именно переходить? Ну, в первую очередь, понятное дело, конечно, нас интересует, вообще говоря, это более общее, то есть на самом деле речь идет о некоторых, как говорят, ренорм-групповых преобразованиях. Вообще вот здесь мы подходим к понятию ренорм-группы. То есть вот это свойство, как бы, что мы переходим, при переходе от одной схемы к другой, у нас вот таким вот образом определяется, то есть похоже чем-то на групповое свойство, что, грубо говоря, не знаю, условно говоря, если мы там повернули на какой-то уголок, но повернули на еще какой-то уголок в сумме, этот вот уголок суммарно, который мы повернули, ну как группа определяется, да, по-простому, ну вот, это тоже самое преобразование по сути своей. Ну то есть, в общем-то, это что-то похожее на самом деле. Поэтому, как говорят, это вводит по этим, называемый ренорм-группы. Ну, на самом деле, именно групповые свойства можно изучать, там можно даже выписать генераторы и так далее, это, в общем, делается. И, кстати, вот не так давно как раз была статья, вот буквально этого года, где очень подробно это как раз разбиралось, потому что про ренорм-группу часто говорят так очень отвлеченно, а вот именно конкретику именно, вот недавно, так сказать, была замечательная работа, вот в этом году сделана, где как раз люди показали, что, так сказать, как выглядят именно эти генераторы этой группы и так далее. Значит, ну вот. То есть, вообще говоря, вот возникает некое групповое. На самом деле, эта группа состоит из нескольких операций, то есть, как конечной перенормировки, как некоторого именно изменения схемы, то есть, допустим, МС, МС чертой и так далее, так и изменения вот этого масштаба. То есть, это можно сказать, как подгруппы некие, подгруппы этой группы. То есть, есть некая подгруппа и еще другая. Ну вот. Но на самом деле, обычно наибольший интерес представляет именно переход от одного между другом. То есть, как у нас изменяется вот именно с этим масштабом посмотреть. То есть, что вот этот масштаб у нас себя представляет фактически собой. Ну вот, для того, чтобы в этом разобраться, надо, так сказать, подумать, как вообще это сделать. Ну, если мы хотим найти какую-то функциональную зависимость подобного плана, то есть фактически есть некое начальное условие, можно сказать, там, лямбда от мю, да, в точке мю, а мы хотим узнать, конечно, ну, вообще говоря, хотелось бы записать какое-то дифференциальное уравнение. Да, ну вот как его записать? Ну, записать его можно, если мы знаем, что есть какая-то величина, которая не будет зависеть от этих ренорм-групповых преобразований. Ну, на самом деле, такие величины есть. Сейчас мы несколько таких величин ведем постепенно, но вот первая величина, обычно, с которой всегда начинают, с которой, так сказать, вообще все это рассмотрение исторически началось, это, собственно говоря, функции Green. Ну, функции Green, они, в общем-то, как уже мы говорили, могут быть перенормированы, могут быть не перенормированы, могут быть голые. И вот как раз вот эта голая функция Green, исходим мы из того, что голая функция Green, она, вообще говоря, у нас не зависит от, не может зависеть от этого масштаба, потому что она сделана была, выписана была, грубо говоря, до всех вот этих перенормировок и прочего, до переопределения. То есть, мы здесь предполагаем, что голая функция Green, она от этих масштабов не зависит. Значит, при этом, при всем, значит, как у нас голая функция Green связана с перенормированной? Значит, ну, связь у нас следующая. Значит, понятное дело, что функции Green можно рассматривать разные, но если мы, допустим, рассмотрим функции Green, связанные с неприводимой, то есть, получаем из эффективного действия, то, понятное дело, что связь у них вот такая. То есть, если, допустим, есть какая-то гамма от n, да, ну, вообще говоря, мы с вами вспоминаем, что это будет у нас, значит, вот это эффективное действие, там, d-гамма по d-φ там 1, d-φ n, да. Вот. Ну, и понятное дело, что, значит, соответственно, что саму гамму можно записать как вот эту гамму от n на произведение вот этих вот всех полей. Вот. Ну, и понятное дело, что каждое это поле, оно может быть, оно может перенормироваться, да, оно может перенормироваться. То есть, по-другому можно написать, что у нас, если вот исходно, у нас было не перенормированный феноль n и гамма от n, то есть, вот вкладываю эффективное действие. Теперь мы перешли к перенормированию. Значит, как мы перешли? То есть, это равняется, грубо говоря, мы феноль пишем вот так, то есть, это получается фенол фи в степени n и z, да, z в степени n пополам получается, на гамма n 0. Ну и теперь, соответственно, понятно, что перенормированную функцию Грина мы определяем просто как вот это, то есть гамма от n, то есть уже перенормированная. То есть таким образом получается, что гамма от n равняется z в степени n пополам гамма 0 от n. Вот такое вот замечательное свойство. Ну и понятное дело, что в обратную сторону, это тоже работает, что гамма 0 от n равняется z в степени минус n пополам гамма от n. И вот мы утверждаем, что гамма 0 от n, поскольку это голая функция, она от nu не зависит. То есть она не зависит от этого масштаба. То есть можно по нему продифференцировать и сказать, что это будет равно 0. При этом, при всем, также еще давайте поймем, вообще от чего зависят у нас могут эти величины. Значит, ну, давайте, так сказать, запишем вот это соотношение. То есть у нас получается, значит, гамма 0 от n, от чего она может зависеть? Ну, понятное дело, что она может зависеть от импульсов, потому что, ну, импульсы у нас могут быть в результате, там, вот, собственно, как здесь, да, получилось. То есть она зависит, вообще говоря, от импульсов, p квадрат. Ну, под p квадрат мы понимаем, естественно, не один конкретный импульс. Я просто не буду писать, а предполагаем весь набор каких-то импульсов, которые внешне, которые могут быть, их вообще, говорят, может быть довольно много, если она, это n-точечная функция. Значит, p квадрат, значит, от чего еще зависит? Ну, понятное дело, что она будет зависеть от y, то есть она, в ней есть расходимости, да, поскольку она еще не перенормирована. Ну, и понятное дело, что лямбда 0, ну, и вообще, говоря, там, m0, да, если совсем уж, так сказать, строго. Вот, то есть масса, то есть параметры, ну, голые, естественно, параметры. Так, и при этом она равняется, значит, z в степени, значит, минус n пополам, так, на гамма n. А гамма n перенормированная функция. От чего она может зависеть? Ну, понятно, что от p квадрат она тоже может зависеть. И понятно, что уже от 1 на y она зависеть не будет, потому что она уже перенормированная, то есть она уже, в нее вычисли все расходимости. Но она может зависеть зато от масштаба, который у нас появился, вот этот μ квадрат, в результате перенормировки, то есть μ квадрат она может зависеть. Так, значит, и также еще она, естественно, зависеть может от лямбда, ну, и от массы. Уже, естественно, перенормирована. Так, ну, и вот, собственно говоря, теперь стоит что сделать? Теперь стоит взять и просто продифференцировать. То есть возьмем и продифференцируем. Обычно делают так, мы берем, умножаем на μ и дифференцируем d по dμ. И понятное дело, что, ну, не важно, что мы умножили на μ, под d по dμ подифференцируем, понятно, что это должно равняться нулю. То есть то же самое можно здесь записать. Вот получилось какое-то уравнение. Кстати, уже, в общем-то, дифференциально. Но оно довольно сложное, на самом деле, как мы сейчас увидим. Значит, ну, давайте его попробуем расписать. Значит, что у нас здесь получается? Какие у нас характерные получаются особенности? Значит, ну, во-первых, дифференцироваться по μ может само z. Да? Само z. Ну, вот. Оно вообще, говоря, там, ну, от чего-то может зависеть. Вообще, говоря, в, допустим, в MS-схемах явно оно от μ не зависит. Оно может зависеть опосредованно только через λ. Но в силу того, что оно все-таки опосредованно через λ может зависеть, то поэтому полная производная, частная производная будет, естественно, равна нулю. А вот полная производная, в принципе, она уже, строго говоря, формально не равна. Вот. Значит. А так явно, конечно, в виде оно не зависит от μ в нашей схеме, естественно. В какой-то схеме может и зависеть. Но конкретно в нашей схеме, которую мы выбрали, вот, это особенность такая схемы, что явной зависимости от μ нет. Ну, понятно, что z это не этот z, а это z, который идет у нас вот отсюда. Просто как пример, тоже другой константы перенормировки я просто привел. Значит, вот. Ну, давайте, так сказать, по правилу лимитс дифференцирования. Значит, ну, понятно, что здесь будет, останется, можем это оставить как есть. Так, а здесь у нас что получится? Здесь у нас получится, значит, дифференцирование, значит. Значит, ну, при этом, значит, d по dμ можно расписать как, это полная производная, его можно расписать как частная производная и плюс дифференцирование параметров, которые, естественно, от μ зависят, по нему, да, и, соответственно, на дифференцирование по ним. То есть расписать как производную сложной функции. Ну, давайте вот мы распишем, значит, что-то получится. Получится следующее, значит, получается тогда, значит, μ. Значит, μ, значит, d по dμ, так, ну, это вот то, что просто частная производная. Теперь то, что действует вот на лямду, например, то есть получается плюс μ, dλ по dμ, d по dλ, так часто, как сложная функция. Потом, значит, что у нас масса может быть, значит, запишем так, значит, значит, по массе, значит, берем, дифференцируем. Ну, можно по-разному тут делать, давайте сделаем вот как. Значит, предположим, что все-таки у нас, как правило, зависит все от массы квадрата, поэтому здесь правило дифференцирует по квадрату массы. То есть мы можем ввести, что это будет плюс m квадрат, плюс μ, прошу прощения, μ, dm квадрат по dμ, значит, d по dm квадрат. Так. Ну, и еще, помимо всего прочего, у нас есть вот этот z, да, это как бы отдельно мы можем просумерить, просто будет как некая константа, умножающаяся на гамму, уже не производная по ней, а константа. Значит, просто, ну, просто так ее и оставим. Но при этом учтем, что у нас как сложную функцию можно продифференцировать, то есть можно записать, что это будет минус n пополам, значит, μ до z по dμ. Вот так, вынесем. Вот. И все это умножается на гамму от n и равняется 0. Вот получилось вот такое уравнение. Но вообще говоря, это уравнение в частных производах, оно достаточно сложное. Вот, значит, вводят некоторые обозначения. Можно обратить внимание, что здесь появились некие коэффициенты, на самом деле, если посмотреть внимательно. Значит, какие коэффициенты у нас получились? Значит, ну, во-первых, появился коэффициент вот такой. Потом появился вот такой коэффициент. И появился вот этот вот коэффициент, вот множитель. Ну, так можно сказать, да? Все эти коэффициенты имеют, так сказать, свое обозначение, значит. Значит, вот первый коэффициент, значит, вводим. Значит, вводится как, называется, β. Мы обозначаем как β. Значит, равняется μ dλ по dμ. Значит, потом, в следующем этапе, значит, гамма, вводится гамма m, ну, вот она вводится вот таким вот хитрым способом, со знаком минус, сейчас я объясню, почему со знаком минус она вводится, значит, минус, значит, мю dm в квадрате по dm. Так, затем, есть еще вот такая величина, которая просто обозначается как гамма, значит, и вводится как минус 1, 2, мю dz по dm. Вот у нас три таких функции появились. Они имеют специальное название, на самом деле. Вот эта вот штука называется, ну, по названию просто, бета-функция. Бета-функция. Она как бы, в каком-то смысле, можно ее так сказать, она определяет нам перенормировку лямбды. То есть, фактически, дает возможность нам записать, как у нас происходит расходимость, вот именно структуру, именно вот эту ренорму групповую, а для лямбды она описывает. Это гамма, вот это называется аномальная размерность. Ну, на самом деле, почему она так называется, ну, здесь мы это не будем показывать, но вообще можно показать, что вот при некоторых масштабных преобразованиях функции Грина действительно получается, что она изменяется как с точки зрения изменения масштаба, например, координатного, но добавляется еще вот эта гамма. Ну, потому что она вот здесь отдельно как бы отсоединилась, поэтому она в некотором смысле там портит, значит, масштабы, добавляет как бы некую такую, как говорят, размерность дополнительную, называют ее аномальной размерностью. Ну, вот, так и так принято. Значит, аномальная размерность, ну, и она у нас в силу того, что здесь, чтобы знак минус сюда вытащить, она берет со знаком минус. Ну, и поэтому здесь эта штука тоже обозначает аномальную, называют аномальную размерность массы по аналогии с вот этой, потому что, по сути, своя нечто похожая, некая похожая величина, поэтому ее тоже, как правило, с знаком минус записывают, записывают со знаком минус. Ну и тогда, соответственно, используя эти обозначения, это уровень можно записать в несколько более красивом виде. Значит, мю d по d мю плюс бета d по d лямбда минус гамма m d по dm квадрате и плюс n гамма. Вот, ну и вот это уравнение, замечательное уравнение совершенно, его называют, иногда называют ренорм-групповым уравнением, иногда называют уравнением Овтяникова-Калана-Семансика. Ну или просто Калана-Семансика, это или Калана-Семанчика, по-разному, она бывает в разной литературе, переводит фамилию. Вот, то есть это уравнение, которое, собственно говоря, нам описывает, как у нас вот эта вот гамма, как у нас вот эта вот, собственно, функция грина меняется при вот этих преобразованиях, при вот изменении вот этого мю на самом деле. Вот, ну, на самом деле интерес, оно представляет почему, потому что, в принципе, из него можно вытащить, сейчас мы это покажем, с помощью него можно, например, получить как раз-таки вот эти вот параметры. А эти параметры как раз нам и будут определять, как вот этот, вот этот бег вот этих величин с мю. Ну вот, это очень важный на самом деле момент. Ну, это не единственный способ, сейчас мы, естественно, покажем, можно и по-другому немножко сделать, но вот это один из способов, ну, просто невозможно не написать это уравнение. Вот, поэтому овсянь, о нашей литературе иногда ОКС, ОКС, уравнение ОКС, в честь этой фамилии. Вот, значит, вот такое вот замечательное уравнение, вот, и используя его можно, например, выговорю, как я сказал, вот найти вот эти величины. Значит, ну, что тут можно про него сказать? Ну, вообще говоря, так-то на уравнение в частных производных, то есть, на самом деле, там в некоторой литературе иногда бывает, что там всякие красивые достаточно образы пишут, что там это уравнение чем-то похоже на уравнение там вида там, значит, распространения каких-то, значит, живых существ там, значит, под действием света, напоминает чем-то, если написать там, значит, и вот люди там начинают рассуждать над тем, вот, а вот что там похоже, не похоже. Ну, на самом деле, в принципе, конечно, методы Ренорм-группы, в принципе, кстати, вот тут надо важный момент отметить, что метод Ренорм-группы, он проник и в другие науки. То есть, в принципе, вот этот подход именно, вот такой, что если есть некий там масштаб, если есть некие преобразования, то вот это можно записать некоторые уравнения, исходя из вот этих событий. То есть, вот в принципе, вот эти соображения, хоть они не касаются, конечно, здесь в данном случае квантовой теории поля, но на самом деле сейчас достаточно широко применяются в других областях, как физике, так, в принципе, и даже не очень-то связано с физикой иногда. То есть, это, в принципе, достаточно интересный формализм, который, в общем-то, сейчас иногда используют даже и в отрыве от именно исходной формулировки. А теперь давайте попробуем посмотреть, а как, собственно говоря, нам вот эти величины можно найти. Вот эти три величины. Так, ну продолжим. Ну вот чтобы нам, собственно говоря, начать с чем-то пользоваться, давайте попробуем сообразить, а вообще какие функции грина нам туда надо подставлять. Потому что, в принципе, у нас есть функции грина. Ну, значит, сообразить достаточно просто. То есть если мы вспоминаем, что у нас есть вот это наше эффективное действие, то в нашем случае конкретно мы рассматривали вот эти поправки к массе и к лямбле. То есть фактически речь шла о чем? Что это были члены пропорциональные, ну, например, допустим, там минус 1, 2, φ квадрат на массу в квадрате. Вот так возьмем, так сказать. Будем считать, что это перенормированный, естественно, уже вариант. То есть это перенормированный вклад в эффективное действие. Тут перенормированная масса стоит. Вот, значит, ну, естественно, там плюс какие-то, не просто перенормированная масса, а вообще в общем случае какие-то и конечные квантовые поправки могут быть, естественно, поскольку это функция Грина, то понятное дело, что там может быть, там должно быть все, да, как бы, все, что посчитано. Значит, соответственно, получается тогда, что если мы продифференцируем, то есть, допустим, то есть, собственно говоря, это у нас вклад в эффективное действие, нам нужно получить функцию Грина. То есть, допустим, там dφ1, dφ2, то, понятное дело, здесь вылезет квадрате, ну вот, и понятное дело, что эта функция Грина будет пропорциональна, да, минус m квадрат. Минус m квадрат. Ну, вот как раз-таки тот самый m квадрат, который мы и получили. То есть, мы получили вот этот вот m квадрат. Ну, и давайте, допустим, в ms схеме напишем, чему будет равно вот эта величина. То есть, тогда вспоминаем, значит, что у нас получается. Значит, у нас получается минус, значит, у нас было там, что у нас были, поправки какие. То есть, m квадрате, так, значит, а здесь у нас что было? Здесь у нас было, соответственно, значит, ну, давайте, так сказать, обозначим там вот эту m, это не совсем прям уж перенормированные, это, скажем так, это перенормированные, например, как m' некий, m' там, перенормированные плюс конечные квантовые поправки. Вот, значит, тогда у нас получается там остаток у нас был, естественно, перенормированная штука. Значит, а было еще у нас что? Было у нас, соответственно, еще вот эти вот добавочки. Значит, добавочки какого плана? Значит, минус, значит, ну, если мы в МС схеме работаем, тогда получается, значит, m квадрате на лямбда на 32π квадрат. Так, значит, а дальше у нас получается что? Дальше получается, значит, единица минус гамма, значит, плюс логарифм, вот этот 4π квадрат делить на m квадрат. Вот. Вот такая вот величина. Такая вот величина. Так, значит, хорошо, хорошо. Значит, теперь что? Теперь мы должны, собственно говоря, подставлять это вот в то уравнение, которое у нас было. Но подставлять аккуратно, значит, что мы вообще хотим? Значит, давайте мы еще раз выпишем все вот эти вот, вот это вот полностью уравнение УКС, то есть что у нас получается? Значит, получается, значит, μ d по dμ плюс, там, β d по dλ минус гамма m d по dm квадрат плюс n гамма на вот эту гамму. Ну, в данном случае мы берем вот эту гамму, у нас это все равно, понятно, гамма 2. Да, гамма 2. Гамма 2 равно 0. Ну, в данном случае у нас n тоже равняется, кстати говоря, 2. Поскольку мы рассмотрим конкретную функцию гринга. Вот. Значит, ну и теперь, в общем-то, нужно просто посмотреть внимательно, значит, что мы хотим отсюда получить. Но мы хотим получить отсюда, значит, renorm групповые функции. Вот эти вот, кстати, функции, может быть, я уже еще вам не говорил, что вот эти вот β, γ, они называются renorm групповыми функциями. Ну, поскольку все это renorm группа, а речь идет про нее, то это называется renorm групповые функции. Значит, ну, нам нужно для этого понять, что тут является каким порядком. Что принадлежит какому порядку малости. Значит, ну, давайте начнем с β функций. Значит, β функция у нас определяется перенормировкой, как мы говорили, вот этой λ, да? А λ у нас в первом же порядке, как известно, определяется вот этой диаграммой, которая пропорциональна λ2. Да? Пропорциональна λ2. То есть, таким образом, вот этот член, он может писать, что O от λ2. Значит, d по d λ, значит, от γ2, понятно, что дело, что нам дает просто, ну, порядок единицы по λ, да, в первом приближении самому. Поэтому здесь никакие больше не будет. То есть, это просто O от λ2. Значит, здесь, значит, вот этот член, на самом деле, мы и хотим найти. Мы и хотим найти этот член. Вот, значит, γm, он определяется вот этой диаграммой, вот этой. То есть, флоп, собственно, вот это выражение, она вот одной петлевая. Поэтому пропорциональна λ. Поэтому, естественно, что нам, если мы хотим найти γm, то нам нужно оставить все члены пропорционной λ. То есть, нам нужно оставить в этом порядке теорию возмущения, а не в следующем. Значит, здесь посмотрим. Значит, γm. Значит, γm это у нас что? Это у нас, собственно говоря, аномальная размерность. И она определяется, как я говорил, то есть, давайте вспомним, она определяется у нас как? Минус 1,2, вот это вот, значит, μ dz по dμ. И z это, собственно говоря, перенормировка поля. А мы говорили о том, что перенормировка поля у нас начинается вот с вот этой диаграммы, которая тоже пропорциональна λ2. Поэтому, на самом деле, вот эта штука тоже пропорциональна O от λ2. Вот. Ну, а остальные члены, понятно, можно угадать, да, что здесь у нас будет какой-то порядок, значит, судя по всему, от λ, да, судя по всему, от λ. А эта штука нам уже дополнительно λ может не дать в первом приближении, она дает нам единицу. В втором приближении может дать λ, но в первом приближении дает нам единицу. А вот эта штука может дать нам и λ, как бы, да, в первом приближении, так сказать, ее, ну, то есть может дать, да, то есть может быть тоже, в принципе, от λ. Но в силу того, что масса явно не зависит от μ, то есть dm2 по dμ, оно в данном случае будет равно нулю, поэтому, поэтому, собственно говоря, у нас здесь получается, что только вот этот член выживает, а, ну да, вернее, даже он, нет, тогда он, а, ну да, только этот член выживает, поскольку здесь μ2, он пропорционально λ, то есть это от λ. То есть, в принципе, это означает, что вот этот член и вот этот член можно занулить в этом приближении, чтобы нам найти приближение первой петли, то есть порядка вот этой как раз, λ, нам можно это все занулить. Что-то тогда получится, тогда получится следующее, тогда получится следующее, давайте дифференцировать. То есть μ у нас содержится только здесь, да, только здесь, то есть, причем логарифм можно отсоединить, поскольку он тут произведение, значит, просто было стоять логарифм μ2, ну или 2 логарифм μ. То есть, в принципе, можно тогда написать, что это будет μ, d по dμ, так. Так, а что здесь остается? Значит, ну, эта штука дает 0, а тут остается вот эта штука. То есть, тут знак плюс, значит, получается m2 λ на 32π2, так, умножить на 2 логарифм μ, да. Грубо говоря, можно оставить это, поскольку все остальное от μ не зависит у нас, да, явно. Хорошо, хорошо, так. Теперь здесь у нас, здесь у нас, соответственно, что возникает? Здесь у нас возникает это вот γm, которое мы, собственно, хотим найти на самом деле. γm. Так, и, собственно говоря, дальше мы дифференцируем по массе в квадрате. Значит, ну, опять же, можно дифференцировать оба члена по массе в квадрате, да, и получить член порядка O от λ. Но дело в том, что поскольку сам γm, предположительно, он от O от λ, ну, так, так, суть того, что тут диаграмма есть, то, соответственно, понятно, что если мы второй член напишем, то получим уже порядок O от λ в квадрате. Поэтому это мы не должны, поэтому единственное, что мы дифференцируем, это вот это. Таким образом, получается, здесь будет A+, значит, просто на единицу, да, поскольку m квадрат по d по dm квадрат, это единица. То есть, получается, просто единица. И равняется это все нулю. Ну, совершенно очевидно, что μ d по dμ, понятное дело, d по dμ дает нам 1 на μ, умножить на μ дает нам просто единицу. Поэтому совершенно очевидно, что отсюда сразу можно написать ответ. А, так, значит, прошу прощения, тут у нас еще уравнение, я забыл написать, что у нас здесь должен быть m квадрат вроде бы как. По-моему, да? Сейчас давайте посмотрим. В определении, значит, давайте так, определение, значит, вспомним. Как у нас сходный член был, какого вида? У нас сходный член был вида такого, значит, там, сейчас вот этот член. Значит, он был видом μ, значит, dm квадрат по dμ, значит, d по dm квадрат. Вот, и мы вот это определили. Ну, на самом деле, вот, да, вот, возможно, в прошлый раз было не очень правильное определение. Значит, давайте еще раз перепишем. Гамма m вообще определяется вот так, как минус, значит, μ делить на m квадрат dm квадрат по dμ. Вот, вот его настоящее определение. Поэтому здесь вообще говоря, вот тут надо еще m квадрат записать. По-моему, в прошлый раз, по-моему, это было упущено. Так, значит, вот поправляемся. Значит, здесь m квадрат. Хорошо, хорошо. Тогда здесь, да, умножить, естественно, все это на m квадрат и равняется нулю. Ну, и m квадрат сокращается, и отсюда, очевидно, получается, сходя из вот этого выражения, что это будет равно просто минус λ на 16π квадрат. Это у нас гамма m. Так, хорошо, хорошо. Так, идем дальше. Значит, это мы нашли гамма m. Теперь давайте попробуем понять, как нам определить бета-функцию. Значит, для бета-функции нам нужно рассмотреть уже вклад в гамму вот, собственно говоря, от вот этой диаграммы. То есть, соответственно, мы рассматриваем вклад в гамму вот этого вида. То есть λ на 4 факториал, φ в четвертый со знаком минус. Ну, опять же, очевидно совершенно, d4 гамма, то есть функция грина. Понятно, 4 факториал отсюда уйдет, и получится, естественно, что это будет пропорционально, ну, минус, ну, тоже λ' какой-то, да? Можно сказать, это λ' штрих. То есть плюс, после переномировки, плюс конечные квантовые поправки. Вот, таким образом получается тогда, что здесь будет тоже, значит, минус. Тогда расписываем, значит, λ, значит, минус. Значит, так, и вспоминаем, как у нас там выглядело, значит, выражение. Так, значит, в перенормированном виде, то есть там получалось у нас λ², λ² сейчас, λ² на 32π². Так, тут у нас, соответственно, оставалось тогда минус γ плюс логарифм, ну, интеграл от 0 до 1, логарифм 4π² разделить на m² плюс p²x минус x² на dx. Ну, вроде бы так должно быть. Вроде бы должно быть так. Хорошо, так, хорошо. Значит, теперь что мы делаем? Теперь мы должны, собственно говоря, повторить все те же самые размышления. Да, но теперь мы учитываем, что β-функция у нас уже порядка у от λ². Значит, ну, давайте, так сказать, расписывать. То есть, опять же, пишем, значит, μdμ плюс βdλ минус m² γm плюс nγ. Значит, ну, опять же, вспоминаем, значит, все. Ну, понятное дело, что β-функция у нас, значит, должна быть o от λ², да? Значит, сама функция грина у нас, грубо говоря, ну, там, начинается от o от λ, да? Да, вообще, говорят, все, вот у нас, собственно говоря, она начинается от o от λ. Вот, то есть... Так, ну, поскольку у нас в силу того, что μ от μ² в зависимости уже пошла в следующем порядке по λ, то это тоже o от λ² тогда должно быть. Так, хорошо, то есть эти два члена мы оставляем. Значит, что теперь с этими двумя членами? Значит, ну, значит, nγ, понятно, что это o от λ², как уже мы говорили в силу вот этой диаграммы, но сама γ содержит в себе как минимум λ, да? Поэтому это, в принципе, получается o от λ³. То есть, это следующий порядок малости. Теперь давайте разбираться с вот этим вот членом. Значит, γm мы уже установили, что o от λ. Значит, теперь как у нас ведет себя вот это? На первый взгляд, γ2, она от λ, то есть, по идее, это o от λ². Но если посмотреть внимательно, то зависимость от массы, которая нас здесь интересует, она уже идет в следующем порядке, вот здесь, в λ². Поэтому надо рассматривать уже вклад не от λ, а от o от λ². И потом еще умножать его на γm, который o от λ. Значит, получается тогда все это в целом тоже o от λ³. Ну, и понятно совершенно, что тогда вот этот член и вот этот член надо занулить. Надо занулить в нашем порядке теории возмущения. Что тогда остается? Значит, ну, дифференцируем, значит, теперь. Значит, опять же, логарифм μ² можно отсоединить от всего этого. Да, он под интегралом, но это линейная функция, она дает просто единицу, поэтому просто мы, собственно говоря, можем оставить логарифм. Тогда что получается? Тогда получается следующее, значит. Значит, минус на минус дает плюс, то есть, таким образом, получается то следующее. Значит, у нас будет отсюда μ d по dμ. Значит, коэффициент λ² на 32π², ну, опять же, умножить на 2 логарифм μ. То же самое. Так. И, собственно говоря, теперь нам нужно прибавить, значит, бета-функцию, которую нам как раз ищем. Значит, и дифференцируем по λ. Ну, понятное дело, что у нас здесь порядок λ². Если мы будем дифференцировать по вот этому вот второму куску, это будет уже следующий порядок, потому что у нас сама бета-функция вот λ². Значит, это будет уже вот λ³. Поэтому нам достаточно только первого члена. Значит, таким образом, получается, дифференцируем, получаем просто единицу, единицу, то есть минус, минус бета равно нулю. Ну, и совершенно очевидно, что эта штука нам дает тогда бета. А, так, прошу прощения, здесь у нас тройка была. Вот здесь троечку мы забыли. Троечку забыли. Я смотрю, что-то у нас, еще клеится, там тройка была. Значит, бета тогда получается просто-напросто равна 3 λ² на 16π². Ну, естественно, понятное дело, что это все в рамках первого приближения, однопетлевого. То есть сюда идет вклад вот этой диаграммы, сюда идет вклад вот этой диаграммы. То есть понятное дело, что если мы хотим следующие порядки, нам нужно разложение дальнейшей диаграммы считать. Вот мы получили эти две ренормгрупповые функции. Ну, прежде чем говорить о них, как-то их использовать, я хочу еще сказать, а как еще один способ, как еще их можно получить? Несколько более простым способом. И этот способ дает нам еще, как всем прочим, интересный вообще в принципе. Потому что каждый раз нам вычитать вот эти функции грина, все это подставлять, вот это все удерживать, это довольно трудоемкий процесс. Вот. А как бы вот получить, вот, например, используя конкретно вот выражение в конкретной схеме. То есть, например, там вот у нас есть, допустим, лямбда там в какой-то схеме конкретной. И вот мы его вычисляем, да? Вот, значит, ну, на самом деле это можно сделать, это можно сделать просто по виду, грубо говоря, перенормированной массы и перенормированной лямбды. То есть, по виду их, так сказать, вот именно вот это вот, по виду z, грубо говоря, z лямбда и z m по их виду, так сказать, вот прямо определить, да? Можно ли или нет. Вот. На самом деле можно, на самом деле можно. Для этого мы должны понять, какую величину можно было бы применить в качестве, опять же, некоего инварианта, который не зависит. На самом деле мы с вами должны вспомнить, что в исходном лагранжиане, когда мы рассматриваем вот это, у нас стояло что? Что у нас было? У нас было минус лямбда на 4 факториал, φ в четвертый, но есть лямбда 0, голая. На самом деле не лямбда 0 является величиной, которая не зависит от μ, хоть она и голая. Почему? Потому что на самом деле в размерной технике у нас эта величина становится уже размерной. И чтобы нам снова ее обезразмерить, нам нужно добавить некоторую величину. Ну, мы помним, что лямбда 0 безразмерная, и чтобы, так сказать, она осталась безразмерной, нам надо сделать следующее. То есть надо сделать еще переход, вот лямбда 0, μ в степени y. Ну, довольно понятно. Это, в общем-то, в принципе, можно вернуться, если вспомнить, вот эту капу, вот эта капа, как раз это 4 минус d, и 4 минус d, это как раз и есть y. То есть это как раз размерность вот этой вот, ну, то есть нужно вернуться, грубо говоря, чтобы вернуться к той размерности правильной, нам нужно вот это умножить. То есть, на самом деле, не зависит от μ, будет именно вот эта величина. То есть именно вот эта вот, так сказать, голая, по-настоящему голая величина, которая как бы не зависит от μ, будет именно вот эта величина. Этим можно воспользоваться, на самом деле. Вот. Для этого можно взять и продифференцировать. Тогда, значит, записать, что d, значит, по dμ на μ, вот лямбда 0 на μ в степени y, значит, равняется чему? Значит, равняется чему, значит, ну, значит, по-другому, значит, можно записать, что, значит, что, да, то есть вот, собственно говоря, такая величина, то есть можно записать ее как μ d по dμ, да, аналогично, как здесь мы делали, да, значит, плюс, значит, β d по dλ, да, поскольку она зависит может от этого, значит, минус m квадрат гамма m d по dm квадрат, значит, от λ0 на μ в степени y. Вот. То есть вот, собственно говоря, такая вот структура, да, это все равняется 0, равняется 0. Такая вот величина. Вот. Ну, тут плюс в том, что здесь нет никакой аномальной размерности, она сюда просто не вошла, потому что, собственно говоря, у нас ее здесь как бы и нет, вот, аномальной размерности, она сюда не входит, поэтому. Значит, замечательно. Замечательно. Так, значит, давайте тогда аналогичное соотношение можно записать и для m. Ну, m0, в отличие от λ0, она в чистом виде, голая, она не задевается элементарным групповым инновариантом, поэтому, естественно, что можно оставить ее так, то есть она не зависит от μ. Значит, μ по d по dμ, значит, плюс βd по dλ, минус γm, m, m квадрате, d по dm квадрате, m0 квадрате. Все это действует. Да, и все это равняется 0, естественно. Вот. Ну, и теперь давайте вспоминать, значит, тогда у нас, значит, если мы работаем в MS-схеме, в MS-схеме, то у нас вот этот μ в степени e на λ0, ну, мы писали, чему равняется λ0, как у нас выражается он через λ, значит, тогда очевидно, что это равняется μ в степени e, λ на 1 плюс λ на 32π квадрат, 2 на y. Вот, аналогично выписать для массы, да, ну, и понятно, поправки там, следующего порядка. Аналогично для массы, m0 квадрате равняется m квадрате, единица, так, только тут 3, да, не забываем, что тут 3, единица плюс, вот тут просто, λ на 32π квадрате, 2 на y. Вот, то есть вот используете выражение, мы сейчас попробуем эти функции тоже получить. Значит, ну как для этого? Ну, подставляем это вот сюда, подставляем это вот сюда, значит, что-то получается. Значит, зависимость от μ явная сидит у нас только тут, да, поэтому, когда мы дифференцируем по μ, получаем ипсилон в начале, то есть первый член, значит, нам будет видоиметь следующий, что, значит, μ в степени ипсилон, μ в степени ипсилон минус 1 станет нам умножить на μ, даст нам просто μ в степени ипсилон, то есть первый член нам даст следующее, значит, что, значит, так, значит, μ в степени ипсилон, То есть, подставляем вот это вот сюда. А что мы делаем? Значит, мы в степени y умножить на y, да, значит, да, умножить на y, собственно говоря, и так, да, то есть, восстанавливаем все так, значит, на лямбда. 32π квадрат 2 на y, да, то есть мы дифференцируем вот это. Теперь вот этим дифференцируем, плюс бета, плюс бета. Значит, здесь у нас получается, значит, бета-функция у нас, собственно, сидит вот тут, мы должны дифференцировать по лямбда, то есть по лямбда дифференцируем явно вот здесь, то есть получаем тогда, значит, остается тоже, значит, μ в степени y, значит, это будет единица, плюс, а тут на 2 надо будет умножить, да, поскольку тут лямбда квадрат, то есть 6 лямбда на 32π квадрате 2 на y. Так, ну и понятное дело, что от массы он не зависит, поэтому по массе все это 0, поэтому все это равняется 0 просто. Вот, значит, ну вот, хорошо, замечательно, значит, бета у нас равняется вот такой величине, значит, это переносим направо, все, что зависит от бета, оставляем слева. Значит, тогда получается, значит, следующее у нас, что бета, значит, равняется, значит, да, на милую степень y можно сократить сразу, да, этот член, значит, бета равняется тогда, значит, e лямбда, значит, минус e лямбда, значит, единица плюс 3 лямбда на 32π квадрат 2 на y, делить на единицу плюс 6 лямбда на 32π квадрат 2 на y. Отсюда просто следует, значит, равняется то, чему? Ну, опять же, используем теорию возмущений, помним, что мы держим только первый порядок по лямбду, разлагаем это до первого порядка. То есть, ну, понятна формула, там, единица делить на 1 плюс x примерно равняется единице минус x, да, поэтому получается просто-напросто, что у нас возникает, значит, минус y на лямбда, единица плюс 3 лямбда на 32π квадрат 2 на y, единица минус 6 лямбда на 32π квадрат 2 на y. Ну, и, понятно, удерживаем здесь, опять же, член только лямбда в первой. Таким образом, получается, значит, тогда у нас возникает следующее, значит, выражение. Значит, минус y лямбда, значит, да, так, значит, минус y лямбда, значит, здесь возникает, значит, умножаем, значит, единица, вот этот член и вот этот член, да, они как бы, то есть единица остается единица, да, вот эти два члена, по сути, складываются просто, да, перекрестные, а квадратичный член мы не учитываем по лямбда, потому что у нас, собственно говоря, он это, то есть, таким образом, получается, просто минус 3 лямбда на 32π квадрат 2 на y. Так, ну, и таким образом, получается, равняется, значит, минус y лямбда плюс 3 лямбда квадрат на 16π квадрат. Ну, и понятное дело, что в переходе y, стремящемся к нулю, это у нас получается просто 3 лямбда квадрате на 16π квадрат. Ну, сравниваем с тем, что мы уже считали, вот, ровно то и получилось, да, то есть, пожалуйста, вот вам другой способ найти лямбда, и мы здесь применяли исключительно вот этот вид в MS-схеме, да, то есть, мы никак не использовали функцию грина, и это, конечно, очень удобно, потому что можно просто тогда удерживать сингулярности и из них получать ренорогрупповые функции. А они все-таки нам раскрывают ренорогрупповое поведение к раззависимости от мю, поэтому это такой хитрый способ достаточно эту ситуацию решить так. Значит, ну вот, значит, теперь что? Теперь, ну, давайте применим второе уравнение, вот это вот, да, значит, как его применить? Значит, ну, понятное дело, что здесь, значит, от м0, вот у нас зависимость такая, значит, значит, от мю у нас ничего не зависит, да, поэтому d под мю у нас сразу 0, значит, остается нам β, d под д лямбда. Давайте посчитаем, то есть, таким вот, получается, значит, β, значит, если мы подставляем теперь второе вот это вот соотношение вот сюда, тогда что получаем, значит, β, значит, у нас сравняется чему, значит? β у нас сравняется, значит, вот этой штуке, но пока мы его так просто запишем. Значит, на м0 в квадрате действуем, значит, λ у нас только есть, только здесь, d под д лямбда вот действует сюда, получается умножить тогда на m квадрат, значит, 1 на 32π квадрате, 2 на y. Так, и мы можем считать все на β. Значит, минус γm d под m квадрате. d под m квадрате нам дают вот это, то есть у нас получается тогда, значит, значит, 1, значит, γm, значит, на m квадрат, 1 плюс λ на 32π квадрат, 2 на y. Так, замечательно. Все это равняется нулю. Все это равняется нулю. Вот, ну и что у нас здесь получается тогда? Получается у нас здесь тогда следующее, значит, что, значит, β мы знаем, β мы знаем, можно его подставить. То есть получается тогда, что γm, тогда равняется, значит, значит, справа у нас остается вот это 3 λ квадрате. Так, значит, ну массу квадрат можно сразу сократить, да. Значит, 3 λ квадрате остается на 16π квадрат, умножить на вот это π квадрат, 1 на y. Да, кстати говоря, и еще важный момент, что для β функции здесь, вот я немножко тут нехорошо написал, важно еще удерживать вот это слагаемое, чтобы подставать в β функцию. Почему? Потому что здесь есть 2 на y вклад, поэтому тут вот важно этот слагаемый тоже удерживать. Поэтому не только этот слагаемый получится, а еще появится вот такое слагаемое. значит, значит, минус, плюс, минус, вернее, значит, λ на 32π квадрате умножить на 2, да, просто. То есть вот и минус, и y λ, вот сюда тоже подставляем, получаем вот это вот соотношение. Так, и все это умножается еще, умножается еще на, значит, что, значит, λ мы перенесли, значит, наделим на вот это. Единица, значит, ну в приближении, значит, минус λ на 32π квадрате 2 на y. Это я просто перенес на правую, но вот эту штуку поделил и сразу ее превратил в числитель. Но у нас, так сказать, мы хотим держать члены порядка λ, поэтому, если мы, например, вот на эту нуту умножим, у нас здесь λ квадрат, здесь λ. Поэтому совершенно очевидно, что вот этот член у нас просто надо его занулить в этом приближении. Значит, там у нас останется, соответственно, только вот этот член и вот этот, но этот сильнее, поэтому остается только вот этот. Поэтому получается просто, что это будет равно нашем приближении λ на 16π квадрат с знаком минус. Ну и вот, собственно говоря, тот результат, который у нас уже есть. Да, и вот поэтому здесь очень важный момент, надо здесь не забывать, что надо подставлять вот это вот разложение по ипсилам. Потому что без него мы бы не получили как раз вот этого слагаемого. Вот, то есть вот этот важный момент, что здесь вот надо вот, вот это не терять его, то есть его нельзя терять, его нужно подставлять обязательно сюда. То есть вот, собственно говоря, мы получили другим способом совершенно, то есть используя уже не функции Грина, а просто явно вот эти вот в MS-схеме m0 и λ0, учитывая, что для них есть, они тоже не зависят от μ, но в определенных, естественно, вот это вот важный момент, что здесь именно вот эта конструкция не зависит, а не λ0, потому что здесь же мы рассмотрим размерную технику, в ней именно вот эта величина оказывается независимащей. Вот, а m0 в квадрате, ну, так и остается, то есть вот, пожалуй, для него все верно. Вот, хорошо. Ну, а теперь, значит, давайте попробуем посмотреть, что у нас будет в общем случае, когда мы можем тоже применить вот эти вот соотношения, вот эти уравнения общего порядка, применить для общего случая, посмотреть, как у нас будут вести себя коэффициенты и каким возможно ходить бета-функцию. Так, ну давайте вот еще раз, значит, запишем вот это уравнение, то есть вот, собственно, у нас оно вид имеет, значит, μ d под dμ плюс β d под λ, ну, плюс, вообще говоря, вот эта γ, значит, m, минус γm, m, m в квадрате, d под dm в квадрате, вот, μ в степени писем λ0 равняется 0. Вот, значит, ну и теперь, собственно говоря, давайте подумаем, а вот если у нас, допустим, есть в общем случае, например, вот во всех порядках, допустим, теории возмущений мы, например, нашли какие-то, значит, какие-то, ну, вычислили квантовые поправки, да, и получили некое разложение, то что будет, если мы подставим, например, как нам вообще находить в таком случае бета-функцию? Ну, не во всех, во всяком случае, а там, как в каких-то, да, допустим, там, до какого-то числа, ну, может быть, и во всех в общем случае, можно даже записать. Значит, что тогда будет? Значит, μ в степени y λ0 равняется чему? Ну, совершенно очевидно, значит, μ в степени y, значит, λ, тут будет единица, плюс, вот, ну, а дальше некое разложение, да, то есть сумма некая по n, значит, ну, если речь идет про минимальную схему, то в минимальной схеме все коэффициенты всегда, значит, они зависят у нас только от λ, вот, и, ну, являются степенями вот этих полюсов y, то есть это будет a n от λ делить на y в степени n. Вот, ну, и вот, соответственно, теперь нужно просто это поставить вот сюда, просто посмотреть, что это получится, значит. Ну, что получится, значит, когда мы поставим это вот сюда, значит, здесь на вас вылезет y, да, сразу, ну, вот, понятное дело, что y будет от μ, значит, и здесь, собственно говоря, у вас останется μ в степени y на λ, а y, во-первых, даст вклад вот сюда в единицу, да, вот, то есть получится y λ, да, да, некая, вот, и также еще он подействует на вот эти вот слагаемые, вот эти вот слагаемые, значит, давайте, так сказать, сейчас сообразим, как это будет выглядеть. Значит, что это получится? Получится μ в степени y, значит, значит, d по dμ, значит, 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 μ в степени y, значит, умножить на y, так, на λ на единицу плюс вот эту сумму n, а nt от λ на y в степени n, так, значит, теперь у нас, собственно говоря, есть вот эта бета-функция, то есть плюс бета, значит, и d по dλ, значит, d по dλ, значит, совершенно понятно, что это μ в степени y будет, значит, здесь останется, значит, d по dλ, значит, плюс… так, нет, не d по dλ, d по dλ, на одну λ она действует сюда, значит, это, соответственно, будет просто единица, а тут будет плюс, значит, тогда, значит, сумма по n, значит, d, a, n по dλ, так, умножить на β и умножить на 1 в степени y. Вот, значит, ну, вот такое вот соотношение получается, равняется всю эту 0. Понятно, что μ в степени y сразу уходит, значит, а здесь получается что? Здесь получается следующее, значит, останется вот эта y λ, да, а здесь вот что получится, здесь возникнет, что у нас умножается на y λ вот эта вот штука, то есть таким образом получается, у нас возникает, значит, конструкция, значит, где у нас 1 y, 1 y, он как бы ушел, его как бы нет, да, вот, то есть тогда что получается? Получается, что здесь возник, значит, a1, да, a1 возникнет, то есть первый член отдельно соединится, значит, давайте я напишу плюс a1, значит, потом, кроме того, у нас вот отсюда вот возникла чистая β-функция, возникает одна чистая β-функция, плюс, и остается сумма, значит, сумма какого плана, значит, сумма по n, значит, значит, что здесь будет, значит, сумма по n, значит, здесь у нас возникает, значит, единица на y, y в степени n, так, значит, и возникает у нас что еще, значит, возникает у нас еще, значит, вот эта вот штука, вот эта штука, то есть возникает, значит, d, значит, да, β-функция, β-функция, d, a, n, по d лямбда, так, значит, и, собственно говоря, что у нас еще получается, значит, получается у нас то, что у нас возникает еще, значит, член, так, плюс, так, не так, я пишу только плюс a, n, плюс 1, ну, это член, идущий вот отсюда, да, поскольку мы первый вытащили, соответственно, у нас теперь, если у нас начинаем n, там, допустим, с какого-то единицы, то отсюда он уже пойдет в двойки, да, то есть здесь он будет с единицы идти в этой сумме, а вот n с этой суммой будет в двойки, но при тех же степенях самых, да, то есть тоже ипсилон, ипсилон, это как его, будет при ипсилон в степени первой, а не второй, потому что у нас на ипсилон все умножается, вот, получается вот такое соотношение, так, и это все равняется, равняется 0, естественно, равняется 0. Так, хорошо, хорошо, значит, при этом, при всем, значит, надо бы понять, а какой вообще вид мы бета-функции мы ожидаем. Ну, бета-функция, на самом деле, имеет довольно понятный вид, то есть она, вообще говоря, не должна, естественно, ни от каких 1 ипсивон зависеть, это будут чистые константы, чистые константы, значит, соответственно, возникают, значит, Такие слагаемые, значит, там возникает некая D0. Ну, понятное дело, что эти все D, это тоже некие, могут быть, естественно, функции лямбды. Ну вот, значит, D0, значит, плюс YD1, ну и плюс, вообще говоря, может быть, сумма, значит, там по какому-то K, Y в степени, значит, K на DK. K только от 2 начинаю, да? От 2 начинаю, потому что, ну давайте тут тоже везде поставим, что сумма, это единица, да, N, плюс бесконечности, например. Вот, то есть вот такой вот план. То есть мы отсоединили первое, первое слагаемое отсоединили, а это уже пошли, начиная со второго. Значит, ну вот, значит, теперь, значит, стоит, значит, теперь попробуем подставить, значит, вот эту бета-функцию вот сюда и посмотреть, какие, собственно говоря, у нас будут, значит, соотношения возникать, значит, при этом. Значит, ну, совершенно понятно, значит, что у нас, значит, можно рассмотрим, значит, две ситуации. Сначала давайте подставим, значит, суммы, значит, подставим, вернее, коэффициенты, начиная с квадрата. Начиная с квадрата по y в степени 2 Что тогда получится? Получится следующее Тогда если мы подставляем это вот сюда Дальше мы можем приравнять Приравняем коэффициенты Поставим сюда и приравняем коэффициенты При определенных степенях y Допустим, начнем с y в квадрат Если мы поставим это сюда Вот сюда, подставляем пока вот этот только кусок Вот сюда, в первом этапе Значит, понятно, что при y в квадрате Значит, здесь у нас что будет? Здесь у нас будет стоять d2, грубо говоря, d2 А что будет здесь, когда мы сюда подставим? Здесь у нас получается, что будет увеличиваться То есть, грубо говоря, если мы при y в квадрате приравниваем То нам понятное дело, что нужно будет уже не y в степени n рассматривать А y в степени, например, ну то есть Смотреть следующее, как бы увеличивать, увеличивать множители Потому что у нас, собственно говоря, здесь, когда мы подставляем Нам нужен y в квадрат, да? Значит, нам нужно тогда добиться такой ситуации, чтобы у нас здесь Все эти y в степени n сократились и остался только y в квадрат То есть это возможно тогда, когда у нас, собственно говоря, если у нас подставляем y в квадрат Тогда получается следующее Значит, плюс от единицы до плюс бесконечности d, значит, n плюс 2 n штрих Ну, под n штрих мы понимаем производную, естественно, вот эту вот То есть вот эту штуку мы обозначаем n штрих Для простоты Вот, значит, и равняется нулю Ну, потому что мы должны при одинаковых y приравнять, чтобы у нас все занулилось И если у нас плюс y произвольный параметр, мы должны занулить Еще раз, ну, мы сделали, чтобы просто подставили это вот сюда Вот, член при y в квадрате, да? Тогда нам, чтобы он был дал нам той же степень, нам нужен этот член в степени n плюс 2 Чтобы у нас, собственно, с n сократился и осталось вот это вот Поэтому тут должен быть коэффициент d n плюс 2 Значит, ну, аналогично можно там записать коэффициент, допустим, для 3 Ну, совершенно очевидно, что он будет записываться Вот так Ну, и так далее, и тому подобное y в степени k дает нам, соответственно, dk Вот Значит, а что это нам дает с точки зрения вообще Это система уравнений, получается, да, грубо говоря Значит, как ее можно записать? Ну, в виде матрицы, если ее записывать Значит, в виде матрицы она, понятное дело, запишется следующим образом То есть это будет матрица, у которой на диагонали будут единицы А дальше у нас что будет? Дальше у нас будет, соответственно, вот эти вот a Там, да, там вот это a первое штрих, a второе штрих и так далее Тут тоже a первое штрих, a второе штрих и так далее Вот и все это умножается на вот этот столбец, значит, там d1, dk, да, грубо говоря И равняется 0 И равняется 0 Вот Тогда, соответственно, понятно, что, значит, что нам нужно понять Значит, что вообще Будет ли решение какое-то у этого уравнения Ну, на самом деле, и трудно убедиться, что вот эта матрица здесь везде нули Поэтому эта матрица имеет единичный определитель, на самом деле А раз она имеет единичный определитель, то, соответственно, получается тогда, что единственное решение будет тривиальное То есть получается тогда, что все коэффициенты d, начиная со второго, они равняются 0 То есть, грубо говоря, должны быть равны 0 просто То есть d, там, 2, равняется, там, d3 и так далее Все равны должны быть равны 0 просто-напросто Хорошо Теперь давайте попробуем подставить первые 20 членов То есть таким образом бета-функции у нас определяются только вот этими коэффициентами Строго формально, да? По крайней мере, в рамках... Ну, понятно, что все эти размышления идут в минимальной схеме В минимальной схеме, потому что вот, собственно говоря Потому что у нас позиционируется исходно вот такой вид Значит, это минимальная схема Значит, в минимальной схеме это получается вот так Значит, теперь подставляем тогда первые два члена, значит, сюда, значит То же, что получаем, значит, тогда Значит, получаем следующее, значит, получаем тогда, ну, очевидно совершенно, значит, что то можем приравнивать коэффициенты, при чем можно приравнять коэффициенты? Ну, можно приравнять их при степенях y, но только более низких. Ну, например, допустим, при y в первой. Если мы подставим, что будет? Ну, совершенно понятно, значит, при y в первой, значит, что у нас получается тогда? Получается, значит, что у нас остается здесь λ, да, λ, значит, плюс d1. Ну, а тут никаких y в первой быть не может, поэтому это равно 0 просто. Первое соотношение. Теперь второе, значит, при y в первой, значит, что у нас получается? Здесь уже сложнее немножко, здесь надо уже учитывать, что здесь оно может быть. Значит, подставляем, значит, при y в первой, значит, понятно, что у нас будет d0. Так, а здесь у нас что будет? Здесь у нас возникнет коэффициент, значит, когда у нас y равняется 1. Когда у нас y равняется 1, тогда получается, значит, следующее, значит, что возникает, значит, плюс d1. Значит, d1 по d1, да, плюс, так, да, так, умножить на бета. Это, а, мы как раз бета и подставляем, собственно говоря, да, это просто d1 по dλ, да, получается. Так, значит, да, правильно. Ну, вот, то есть получается, что здесь возникает d0, да, все правильно. Здесь возникает, ну, соответственно, d1, потому что y на d1, значит, соответственно, остается только a1, да, d1 по dλ, соответственно. И это должно быть равно 0. Это должно быть равно 0. Вот, значит, хорошо. Вот, таким образом получается, значит, тогда, что у нас возникает вот эти первые два слагаемых таких. А что нам делать дальше? Что нам делать с дальнейшими слагаемыми? Значит, ну, надо для этого рассмотреть, значит, слагаемые пропорционные e в степени k, какие-то, e в степени k, то есть, e в степени минус k. Что тогда будет? Значит, ну, понятное дело, что в отрицательных степенях уже бета сюда, уже отсюда мы и не будем брать, но мы будем брать ее вот отсюда. Значит, что-то получается, получается, значит, следующее, значит, что, значит, y, когда у нас оказывает влияние, значит, y, у нас оказывает, может, влияние вот этот d0, то есть, ну, давайте, так сказать, соотнесем. Ну, например, так, значит, как у нас получается тогда, значит, получается следующее, получается, значит, тогда, что это будет d0, значит, d0 на dAn делить на d по dλ, так, это первый, значит, соответственно, этот даст нам член на единицу меньше, да, то есть, соответственно, тогда это будет не n уже, а n минус 1, то есть, получается, плюс, значит, d1, значит, dAn минус 1 по dλ, да, так, при этом же коэффициенте. И при нем же у нас, соответственно, вот этот вот, то есть, плюс просто, плюс просто a n степени плюс 1 получается тогда, вот так. Возникает вот соотношение такого плана, вот, значит, вот такого, возникает соотношение вот такого плана. Вот, то есть, таким образом, мы можем сказать, что вот у нас возникло, значит, некие, значит, некие связи. Во-первых, у нас сразу можно сказать, что бета-функция определяется d0, d1. Более того, можно подставить, в принципе, значит, у нас, значит, d1 у нас отсюда, очевидно, это просто минус λ, да? Так, значит, тогда, очевидно, совершенно можно найти и d0, значит, d0 у нас тогда получается что? Тогда d0 у нас, получается, подставляем вот сюда, значит, так, значит, да, получается, значит, подставляем вот сюда, получается, значит, λ на dA1 по dλ. Ладно, так, вот, то есть, получается вот такое, вот так, вот такое соотношение, да, то есть, связанное с dA1. То есть, получается, таким образом, что у нас, значит, только на самом деле, значит, только первое, только первое слагаемое по... Получается, что только первое слагаемое по вот этому вот в этом разложении реально дает нам результат, реально дает нам какой-то результат. А, кстати говоря, да, вот я вот все смотрю, смотрю, что что-то я неправильно сделал. Конечно, мы забыли вот этот T1, тот же A1 еще плюс должен быть, конечно. При A1-то E в степени 0, Y в степени 0, как раз таки, вот, да. Вот Y в степени 0, да, A1, вот, и тогда, соответственно, действительно получается правильно. Тогда, значит, получается, что если у нас d1 это λ, то получается тогда, что d0 равняется, значит, действительно этому, минус A1. Вот, вот это правильно, вот это уже правильный коэффициент. Вот, то есть, получается таким образом, что мы смогли понять, что на самом деле, на самом деле, бета-функцию, бета-функцию можно найти, вот используя вот это соотношение. Для этого нужен только первый коэффициент, только первый коэффициент по 1 на y, то есть нам нужны только младшие полюса. Если мы знаем этот младший полюс, то мы легко сразу же находим из него, значит, все, что нам необходимо. Все, что нам необходимо. Вот, то есть бета-функция фактически определяется вот этим соотношением. Но, естественно, это в МС-схеме, разумеется, только в МС-схеме. Вот, причем более того, мы получили еще более интересную штуку. Мы получили некое рекуррентное соотношение на вот эти вот A, на вот эти вот A. То есть мы получили некую взаимосвязь, как у нас A в предыдущем, там, грубо говоря, предыдущая, зависит от A последующего. Вот, то есть это ведь очень интересно, потому что на самом деле, как бы, это означает, что, в принципе, если мы, грубо говоря, знаем первый член, то мы по первому члену можем восстановить и последующие члены. Ну вот, таким образом. То есть записав некое вот это вот, получив некое, получив вот это некое рекуррентное соотношение, мы на самом деле получили, мы на самом деле получили просто-напросто возможность получать. То есть как бы фактически означает, что вот этот младший полюс, он не просто определяет бета-функцию, а по нему можно восстановить и разложение по дальнейшим вот этим вот полюсам 1 на ипсилон, причинным пропорционам 1 на ипсилон, там, в степени n каким-то. Вот, то есть это, кстати, соотношение вот подобного плана, вот соотношение такого плана, который связывают у нас между собой вот эти вот полюса, вот, они называются еще соотношениями Тхофта, соотношениями Тхофта. Вот, то есть у нас, таким образом, кстати, да, забыл одну вещь, тут опять же такой нюанс, что мы когда умножаем, то у нас надо рассматривать уже не n, конечно, а n в степени плюс 1, да, поэтому на самом деле, конечно, вот соотношение вот здесь вот должно быть плюс 1, если уж тогда так, а тогда здесь вообще вот а n, вот, правильно, не совсем забыли, что мы тут на ипсилон умножили, но надо в предыдущем порядке смотреть, то есть нам надо фактически мы сейчас смотрим в том же порядке, что и это у нас стоит, тогда вот это правильно, да, вот, вот, то есть таким образом получается, значит, что мы, значит, получаем, значит, можем получить, используя предыдущий, последующий, эти соотношения, ну, еще называют нас соотношениями Тхофта, ну, потому что, как считается, Тхофт вроде бы первый их ввел, ну, вот, значит, но подобные соотношения, на самом деле, кстати говоря, не являются универсальными для размерной техники, потому что сейчас весь анализ, который мы проводим, он касается исключительно размерной техники, но на самом деле подобные соотношения можно записать и в других, даже вот в этих лямбда регуляризациях, по типу регуляризации обрезанием, регуляризации пауэлли-виллорс, регуляризации высшим производным, кстати, даже не так давно была работа как раз, где вот подобные соотношения были как раз получены уже не при степенях, грубо говоря, непропорционально там, и все, а вот эти вот, пропорционально вот этим логарифмам, каким-то логарифмам, лямбда, логарифмам квадрат, причем, что самое главное, что, естественно, там тоже можно записать некий аналог минимальной схемы, но только не минимальная схема, а минимальная схема, схема минимальных вычитаний в логарифмах уже в этих регуляризациях, и вот в этой схеме можно, в принципе, записать, значит, подобные соотношения и для коэффициентов при вот этих логарифмах, то есть на самом деле это не универсально, потому что эта вещь очень давно была известна, а вот с логарифмами на самом деле не так давно только было получено, что на самом деле тоже похожие соотношения рекуррентные существуют там, вот. Вот, таким образом, вот получается такая интересная конструкция На самом деле, у нас вот эти рейнургрупповые свойства Они накладывают некоторые ограничения на Вот как у нас эти квантовые поправки между собой связаны То есть, на самом деле, из них можно вытянуть много чего интересного Ну и кроме того, мы важный момент получили, что если мы вычитаем в MS-схеме То нас интересует вклад только первого полюса 1 на y, то есть, только зависит от a1 То есть, a1 — это у нас вот разложение как раз 1 на y Вот, то есть, только из него, собственно говоря А бета-функция у нас определяется вот этими первыми коэффициентами Поэтому, в принципе, как бы, естественно, что первый коэффициент — это вообще просто лямбда Но вот это вот, кстати говоря, да, обращаю внимание Мы как раз получили в прошлый раз вот этот вот минус y лямбда И он, как выяснилось, вообще универсальный То есть, он везде будет, во всех будет порядках получаться Не только в том порядке, который мы рассмотрели Вот, хорошо, значит, ну вот, а теперь напоследок хотелось бы сказать Ну, а, собственно, ради чего все это делается? Ну, бета-функцию мы нашли А как мы из бета-функции что-то нам интересное посчитать? Ну, конечно, можно посчитать То есть, в принципе, дальше и дальше просто остается только применить определение Вспоминаем, чтобы эта функция У нас, вообще говоря По определению, значит, это у нас что у нас? Это μ на d лямбда по dm То есть, это дифференциальное уравнение, вообще говоря, по лямбде Вот, то есть, если мы знаем, в принципе, значит, если мы знаем, в принципе, значит, по-другому можно даже записать, что там это будет, ну, ладно, будем считать, что только от лямбда зависит, перепишем как полную производную, d логарифм мю Вот, значит, если мы знаем теперь бета-функцию как функцию лямбда, мы можем, в принципе, разделить здесь переменные и это уравнение проинтегрировать То есть, грубо говоря, как мы можем поинтегрировать То есть, записать, что интеграл, там, pd логарифм мю, там, от некого мю до мю штрих равняется, значит, интеграл, значит, d лямбда, значит, на бета от лямбда, от лямбда до лямбда штрих Ну, естественно, что соответствует лямбда, соответствующая мю, мю, который соответствует лямбде, и мю штрих, который соответствует лямбде штрих Ну, давайте мы это уравнение решим для конкретно нашего случая. В нашем случае бета-функция равняется, мы уже получили, 3 лямбда в квадрате на 16π квадрат. Подставим ее сюда. Ну, очевидное совершенно элементарное уравнение. Получается тогда логарифм μ' к μ равняется. Значит, что здесь получается? Здесь получается интеграл вида какого? Значит, 16π квадрат на 3 д лямбда на лямбда квадрат от лямбда до лямбда штрих. Ну, это элементарный интеграл, естественно, он известен. Получается тогда, значит, 16π квадрат на 3 1 на лямбда минус 1 на лямбда штрих. Переставляем местами, поскольку здесь знак минус в интеграле появляется. Вот, хорошо. Так, ну и теперь, собственно говоря, осталось выразить лямбда штрих через лямбда. Собственно говоря, ради чего мы все это и делали. Значит, что-то, как мы это делаем? Значит, ну, перенесем лямбда штрих туда. То есть, получается, 16π квадрат на 3 1 на лямбда штрих равняется, соответственно, значит... Значит, равняется, получается, значит, 16π квадрат на 3 1 на лямбда минус логарифм мю штрих к мю. Так, ну и теперь надо просто обернуть это. Обернуть это, значит, что-то получится. Получится, значит, тогда лямбда штрих равняется, значит... Ну, оборачиваем, значит, получается тогда лямбда делить, значит... Значит, ну, поделим на 16π квадрат на 3. Здесь, значит, соответственно, появится коэффициент при логарифме 3 разделить на 16π квадрат. То есть, таким образом, получается, единица минус лямбда минус 3 лямбда на 16π квадрат логарифм мю штрих к мю. Кстати, обращаю внимание, что здесь появилась бета-функция. На самом деле, это не случайно. Есть даже более общий определение, что именно вот этот коэффициент бета, он как раз вот идет прямо сюда, вот в бета-0, вот в первой петле, это всегда так. То есть, всегда бета-функция, она оказывается вот тут в чистом виде. Ну, это просто можно легко сделать, если мы бы бета-функцию бы не подставляли, а просто бы бета-0 бы ее обозначили, то мы здесь просто получили бы бета-0. То есть, вот получается вот такая вот замечательная у нас величина. Вот. То есть, как бы вот эта лямбда, определенная фактически на вот этом масштабе мю штрих, как связана с лямбдой, определенной на масштабе мю. Вот. На самом деле, это выражение интересно, его можно поисследовать. Вот, значит, что конкретно происходит здесь в данной ситуации? То есть, мы видим, что у нас при увеличении, ну, допустим, мы мю зафиксировали, какой-то известный нам энергетический масштаб. Мы начинаем увеличивать мю. Когда мы увеличиваем мю, получается, у нас получается, что логарифм увеличивается, да, если лямбда маленькая, это вообще маленькая величина, она постепенно, значит, лямбда будет постепенно, значит, расти, 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 то есть, будет расти с энергией, да, не убывать, а расти. Вот. И в какой-то момент мы увидим, что здесь возникает ноль в знаменателе. Возникает некий полюс, да, полюс, как бы. Вот. Но этот полюс, на самом деле, называют еще полюс Ландау. Ну, вот. Полюс Ландау, ну, или иногда бывает еще ноль Ландау, ну, потому что здесь как бы ноль возникает в знаменателе. Вот. Ноль Ландау, кстати, в язычной литературе его также еще называют, иногда, такое московский ноль. Ну, потому что, на самом деле, где-то в середине 50-х вот это соотношение было записано, вот, в том числе с участием Ландау. И он тогда вот как раз сказал, что это некий парадокс, что вот получается, что при некотором значении вот этого масштаба энергетического, значит, возникает бесконечность. Вот. И это как бы, ну, противоречит как бы здравому смыслу, что значит бесконечная константа связи. Вот. И вообще сказал, что это вся квантовая теория поля, это все ерунда, вот, надо просто вычислять там сечение процессов и все, и не лезть вот эти во все дебри, вот, и не заниматься этими всеми вопросами, там, вот этих глубоко, этих перенормировок и прочего. Ну, вот, что это никому не нужно и что вот какая-то ерунда получается. Вот. И, в общем-то, лет на 10 примерно, ну, у нас, так сказать, за счет его авторитета, как вот рассказывают, так сказать, люди, которые тогда жили, затормозилось несколько развития. Ну, так бывает оно. Кстати, аналогичная ситуация, в принципе, была на Западе в случае с Дираком, который тоже был противником большим теории перенормировок. Вот. Он тоже, в общем-то, всеми говорил, что это все некрасиво. У него была вот эта теория математической красоты. Вот. И, к сожалению, такая вот бывает ситуация, когда авторитет человеку, он может как бы несколько иногда тормозить развитие. Потому что, как бы, все думают, ну, как же мы будем с ним спорить. Ну, вот. И, так сказать, не начинают и продолжают заниматься. Ну, где-то в середине 60-х все-таки люди разобрались, в чем тут проблема. И, в общем, вопрос решили. Проблема-то вот в чем. На самом деле, к вопросу к этому можно подойти с нескольких сторон. С одной стороны, можно подойти так, что, во-первых, начнем с того, что это лишь одна петля, на самом деле. Нельзя рассматривать это вычисление как абсолютно общее. Здесь только лишь одно петлевое приближение, больше ничего нет. То есть, в принципе, вообще говоря, это выражение надо уточнять. То есть, вообще говоря, если его вычислить во многих петлях, возможно, что никакого полюса и не будет. Это первый момент. Второй момент. Неплохо было бы оценить вообще. А вот подобный полюс... Да, кстати говоря, почему, собственно говоря, вокруг этого возник Сербор, тоже еще не сказал. Потому что, вообще говоря, это же... Мы рассматриваем сейчас Лямбдафи в 4 теории, она не очень физичная. Но такая же точная ситуация возникает в квантовой электродинамике. Вот. Именно из-за этого возникла эта проблема, что в квантовой электродинамике возникла вот эта величина. А квантовая электродинамика — это физичная теория. Как бы пока объясняет природу, по крайней мере, в какой-то ее часть. Вот. Значит, ну и на самом деле достаточно легко оценить, что если мы, так сказать, посчитаем, значит, чему должен быть равен этот масштаб, то понятное дело, что μ' довольно легко сообразить. μ' должен быть равен чему? Значит, он должен быть равен, значит, μ на экспоненту в степени 16π квадрат на 3 лямбда. Вот. Ну, просто подстановка сюда, очевидно, можем убедиться, что действительно получается 100 ноль. Вот. Значит, а чему равна эта величина? Ну, допустим, возьмем, давайте, какие-нибудь характерные значения. Давайте возьмем μ, пусть будет 1 gF, 1 гигаэлектрон вольт. И, например, возьмем, значит, лямбду, ну, какой-нибудь маленькой. Например, там ее возьмем 0,1. Ну, если теперь аккуратно это все перемножить, так сказать, давайте точное значение напишу, значит, получается следующее. Получается, что μ' тогда равняется 1 умножить на e в степени 526 гигаэлектрон вольт. Ну, что примерно равно 3 на 10 в 226 гигаэлектрон вольт. Ну, естественно, что эта величина колоссальная. То есть, значение теории великого объединения, ну, как предполагается, происходит где-то на масштабе 10 в 16 эгф. Там квантовая гравитация начинает работать на массе планка, это 10 в 19 эгф. То есть, получается, что фактически эта величина многократно превышает даже масштабы квантовой гравитации. То есть, на этом масштабе не то, что квантовая электродинамика там или какая-то теория не будет работать, но там квантовая теория поля-то, вопрос будет ли работать. Вот. Это второй аргумент в пользу этого. Есть еще третий аргумент, который объясняет, что, так сказать, да, что, значит, второй аргумент состоит в том, что просто теория, скорее всего, будет неприменима на этих масштабах. И, кстати говоря, действительно так, квантовая электродинамика, объективно говоря, применима только лишь до масштабов на самом деле порядка сотен гэф. Дальше происходит, так называемое, электрослабое объединение, и фактически дальше надо рассматривать уже не электродинамику, а некую там электрослабую теорию, и там уже совсем все начинает вести себя несколько иначе. Вот. Значит, это второй фактор. А третий фактор, собственно, который, сказать, ну, на самом деле, просто надо еще учитывать, что, когда у нас константа связи начинает расти, когда у нас 0,1, без проблем, теория возмущения работает, а когда у нас начинает расти, теория возмущения перестает работать. И на каком-то этапе просто, в принципе, все наши размышления, они все в рамках теории возмущения делаются, на самом деле, абсолютно нелегитимны. Ну, вот, поэтому тут еще и в этом проблема. Вот. Однако, возможно, еще одна ситуация. Если, например, у нас здесь не знак минус, а знак плюс. То есть, если, например, у нас лямбда равняется лямбда единица плюс какая-нибудь там бета-ноль, ну, какой-нибудь другой теории. Тогда даже более того, иногда бывает, что вводят некоторую величину, так сказать, переопределяют, значит, вот эту вот штуку, и вводят некоторую величину, которую сводят фактически к, запишут, единица. Значит, а здесь получается, значит, один на лямбду можно поделить, а здесь тогда останется бета-функция от некоторого логарифма, некоторый, значит, мюштрих делить на лямбда. Ну, вот. И вот эту лямбду, ее еще назначают лямбда QCD. Ну, почему QCD? Потому что это в хромодинамике такое применяют. На самом деле, подобную величину можно ввести в любой теории, в том числе даже в лямбда F4. То есть, означает это что? Что если у нас растет, если у нас бета, тогда получается, что у нас здесь возникает, что при увеличении масштаба у нас, наоборот, консультант убывает, а не растет. Но это означает, что, условно говоря, если, например, даже лямбда на каком-то масштабе была очень большая, и, например, допустим, была неприменима теория возмущений, то потом при ренорм-групповом поведении она спускается до неких масштабов, как раз характерных, там, больше, много больше, чем вот этот лямбда QCD, на самом деле, да? Потому что при лямбда QCD это вообще бесконечность получается, строго формально, да? Если записать. Вот. Получается, что как раз-таки начинает работать новая теория возмущений. Как говорят, возникает асимптотическая свобода. Это как раз явление, которое есть в грантовой хромодинамике. То есть, когда у нас на масштабе удалямбда QCD, это порядок хромодинамики принимается примерно 200 МФ. То есть, если у нас энергия много больше этих 200 МФ, то есть, там, ГЭВы, ГЭВные энергии, или лучше, там, сотни, десятки, сотни ГЭВ, то на этих масштабах константа связи начинает становиться маленькой. Потому что есть проблема, о которой я уже говорил, что в сильном взаимодействии константа очень большая, поэтому на низких энергиях мы не можем рассматривать ее теорию возмущений. Но на высоких энергиях эффективно константа связи становится маленькой. И за счет этого работает теория возмущений, и можно там рисовать диаграмму Феймана и рассуждать о чем-то там, и вообще вводить понятие частиц как таковых, потому что эти понятия частиц в многом – это на самом деле следствие именно нашей теории возмущений. То есть, в принципе, мы можем рисовать диаграммы Феймана, и прочее – это теория возмущений. Когда теория возмущений не работает, то само понятие частицы, как именно вот этого кванта поля, вести довольно трудно. То есть, когда речь, например, о хромодинамике, не о хромодинамике, а о режиме сильной связи, в сильном взаимодействии, то, что происходит внутри протона, то тут, конечно, возникает вопрос, некоторые люди в статьях поднимают, вопрос что, а, собственно говоря, вообще можем ли мы там оперировать понятием частицы? То есть там возникает такой суп из глюонных, кварковых полей своего рода, который, в общем-то, с точки зрения теории поля можно описать, а с точки зрения подхода как частицы какие-то, это, в принципе, неописываемый процесс. Именно поэтому и говорят, что конфаймент во многом объясняется тем, то есть именно пленение кварков внутри адронов объясняется как раз тем, что, в принципе, ну, не объясняется, так сказать, естественно, объяснение конфаймента теоретического пока не проведено еще полностью, вот это одна из больших таких проблем физики. А именно на качественном уровне можно, условно говоря, объяснить это так, что сказать, что, ну, а как бы, почему мы не видим в кварке в свободном состоянии, а потому что, как бы, ну, нельзя их назвать частицами уже в полной мере. То есть термин частиц применим очень плохо в режиме сильной связи, поскольку частиц все-таки это завязано теорией возмущения на диаграммах Феймана. Вот. Хорошо. Ну, и еще одна вещь, о которой хотелось бы напоследок сказать, то, что на самом деле, значит, вот это поведение бета-функции, помимо того, что может быть различный знак, может еще возникать ситуация, когда бета-функция равняется нулю. То есть, допустим, у нас в какой-то момент ну, вот здесь у нас бета-функция очевидно равняется нулю при лямбе равно нулю, да? Это обычно всегда стандартная ситуация, вот этот вот ноль. И вот, кстати, называется еще Гауссов ноль, насколько я знаю, такой есть термин. Вот этот ноль начальный, он есть во всех теориях. Вот. А дальше происходит следующее, что она может, например, как-то меняться, а потом прям, хоп, в какой-то момент снова пересечь и снова стать равным нулю. Ну и на самом деле, если рассмотреть, если, например, предположить, что вот эта вот штука какой-то некий простой ноль, то что можно тогда сделать? Ну, если, например, допустим, бета-функция в окрестности этой точки ведет себя примерно как, допустим, какая-нибудь а лямбда 1 минус лямбда, да? То есть мы подставим вот в это вот, значит, реноргрупповое уравнение, где она у нас у нас, вот она у нас, да? Подставим вот это вот значение. И проинтегрируем это выражение. Совершенно очевидно окажется, что, значит, тогда получится просто-напросто, что мю, что, вернее, что, значит, лямбда равняется какая-то лямбда 1 плюс, ну, просто, так сказать, элементарным интегрированием. Здесь у нас получится логарифм, да, вот. И тогда получится, что это будет лямбда, значит, плюс какой-то, значит, значит, плюс какой-то, значит, коэффициент, там, а на экспоненту в степени, значит, ну, давайте коэффициент b здесь, на экспоненту в степени, значит, минус а, логарифм, значит, мю, мю штрих к мю 0, а тут будет, значит, лямбда 1 минус лямбда, множество этого экспонента. Вот, не b, а вот какая-то такая вот величина. То есть при приближении к лямбда 1, к какому-то значению вот этого вот, у нас происходит что? Что когда у нас, значит, так сказать, стремится не лямбда, лямбда 1, короче, вот, короче, лямбда 1, там, единица плюс вот этот экспонент. То есть при приближении к вот этому вот, к некоторой точке, грубо говоря, мю 0 какой-то, у нас получается, что она бесконечно долго к ней приближается, стремится к ней постепенно, но никогда ее не достигает. Ну, то есть строго формально достигает она бесконечности, но приближается к ней. То есть получается, что, грубо говоря, может сказать, что бег останавливается, то есть доходит до какой-то определенной точки. То есть бета-функция равно 0, значит, как бы бег прекращается в этой точке, то есть возникает некая ситуация, некий энергетический масштаб, на котором у вас останавливается бег констант связи. Вот, эта штука, точка, называется фиксированная точка. Есть такое понятие, она в некоторых теориях иногда может возникать. может возникать. Хорошо. Ну вот, значит, я думаю, что на сегодня достаточно. Значит, мы рассмотрели вот эти все, значит, аспекты, вот дошли в том числе и до вот этого, поговорили про бегущие константы связи. Кстати говоря, аналогично можно ввести бегущую массу, то есть, в принципе, она тоже вводится, ее можно расписать, я ее уже не буду сейчас сделать, но можно, в принципе, ввести. Вот, значит, и показали действительно, что есть некоторые вот, некие здесь особенности, и некоторые соответствия с обычными теориями. Вот, а в следующий раз тогда, наверное, мы поговорим немножко про то, как работать с подрасходимостями, которые возникают в теории. Вот, ну и потом, возможно, я расскажу немножко про физические следствия вот этого ренормогруппового подхода, именно конкретно, что какие конкретно интересные, если есть физические результаты. Вот, ну и, наверное, может быть, подведем какой-то итог, и я расскажу про то, что вообще, в принципе, еще можно было бы изучить для, так сказать, дальнейшего, углубленного изучения этого курса. Ну, а на сегодня тогда все. Спасибо. 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 Спасибо.